Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. А сегодня тема нашей программы «Дети и родители. Как пережить подростковый период». Раскрыть эту тему я пригласила Мурушкину Елену, педагога-психолога лицея номер 21. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Вам по роду деятельности приходится работать и с ребятами и подросткового периода, и с ребятами уже старше. Давайте разберемся сразу же, что такое подростковый период в настоящее время, какие дети относятся к этому периоду, возрастная категория. Ну, вообще сейчас очень психологи спорят о том, что подростковый возраст меняется и размываются границы подросткового возраста. Есть дети младшего подросткового возраста, которых мы называем пятиклассников, например, это с 11 лет. И старший подростковый возраст, к сожалению, он сейчас немножко растягивается. Если раньше называли 17 лет, да? Да, то сейчас и до 19, и даже до 20 лет у нас считаются старшие подростки, поскольку сознание подростков ещё к этому возрасту детей не созревает, как было раньше. Хорошо. Давайте сразу же сейчас, чтобы слушатели понимали, о чём мы говорим. Вот подростковый период – это определённый этап в жизни каждого человека, который надо, как некоторые говорят, надо пережить. Родители говорят, когда это всё закончится. Дети говорят то же самое. Боже, почему же? Прямо есть такая шутка даже, да? Когда я был ребёнком, меня все любили и умилялись мной. И как только я стала подростком, меня все ненавидят, и я всем мешаю. Что за задачи стоят перед этим подростковым периодом? Чему должны мы, прежде всего, родители и дети, проживая подростковый период своих собственных детей, и они свой период, чему должны научиться? Что должны учитывать при общении с подростком? Как перестроиться? На самом деле, действительно, подростковый возраст – это время проверки всех членов семьи на личностную, социальную зрелость, семейную зрелость, и чаще всего он протекает действительно с кризисами и конфликтами. Бывает так, что у подростков, конечно, меняются ценности, меняются отношения со сверстниками, меняются отношения с родителями. И родителям нужно учитывать, что чувство взрослости у подростка, и они появляются сейчас, это чувство, очень рано. Дети хотят отделяться от родителей, и это чувство взрослости заключается в эмансипации от родителей. То есть ребенок требует суверенности, независимости, уважения к своим тайнам, уважения к своим чувствам и желаниям. Хотя они еще пытаются найти взаимопонимание с родителями, но ценности их расходятся на этом этапе. Это новое отношение к обучению, и на почве обучения у родителей с детьми бывает тоже очень много конфликтов. У детей меняется интеллектуальная сфера, подросток стремится к самообразованию, но становится более равнодушным к своей успеваемости. Они выбирают, могут выбрать один-два предмета, которые им нравятся, и развиваются именно в этой сфере. И к остальным предметам относятся очень нейтрально. Родители, к сожалению, не могут этого, и учителя тоже не могут этого позволить пережить. И зачастую требования к детям выставляются очень высокие, особенно планка родителей бывает высока. И если родитель не учитывает возможности и способности ребенка, ребенок переживает двойной стресс. Он понимает, что должен соответствовать требованиям родителей, и в то же время его возможности, вот у каждого человека есть свои ресурсы. И поэтому родитель просто обязан выявить как можно раньше вот эти вот способности, еще в раннем младенческом возрасте, до трех лет, эти способности, особенности характера, что можно развивать, то есть развивая сильное качество и корректируя вот какие-то слабые стороны личности. И еще в чувство взрослости входят и первые романтические отношения со сверстниками другого пола. И здесь имеет не столько место сам факт симпатии, сколько форма отношений. Дети усваивают отношения и переносят в свой социум, в свою группу из отношений между родителями. И это бывает очень важно, поскольку дети все равно нас отражают, зеркалят наши отношения и к успехам, и к профессии, и к удачам, неудачам, и вот в том числе отношения между полами. Это бывает очень важно. То есть когда ребенок начинает очерчивать границы свои, да, это не значит, что он бросает вызов родителям, это он просто говорит, пришло время, когда мы можем уже разговаривать совсем на других языках, да, с тобой. Мама там, или дорогой мой папа, да, каким образом, а если ты до этого к этому не готов, как родитель? Ведь бывает такое, правда? Бывает, да, и это бывает особенно часто в семьях, в которых есть еще маленькие дети, младшие дети. Потому что там как накатаны, да? Да, если учитель перестраивается, это чисто уже педагогический профессионализм, профессионализм. Учитель может перестраиваться, переходя в 10 класс, и переходя в 5 класс, он понимает, как общаться с этими детьми, то родителю бывает сложно. И, как правило, знаете, как говорят, мы любим старших детей за что-то, а маленькие просто за то, что они есть. Безусловно. Да, да, да. И вот эта вот безусловная любовь, да, хотя она должна распространяться на всех детей, она, к сожалению, только на младших детей. И вот такое безусловное принятие. При этом, наверное, обостряются как раз эти кризисные моменты, да, почему-то с одним, например, сейчас, да, нежно, мило и по-доброму у тебя терпения хватает, а вот на меня там, да, такого терпения не хватает, и ты чуть-чуть вон всех... И это правда. Очень часто старшие подростки, которые являются старшими в семье, испытывают ревность, даже если они четвероклассники, а у них братья-сёстры, ну, вот младшие сиблинги где-то вот до школьного возраста. И это детьми переживается очень тяжело, даже подростками. И бывают такие случаи, когда маме бывает выгодно принимать отношения между детьми как нейтральные, такие спокойные. И у меня были такие случаи, когда мама говорила, между моими дочерьми всё хорошо, но когда они приходили ко мне на консультацию вдвоём со старшей дочерью, и дочь выдавала ей фразу, мама спрашивает, а ты что, её не любишь, свою младшую сестру? Она говорит, я её ненавижу. И тогда у мамы меняется... Да, во-первых, непонимание, недоумение, как я чего-то не замечала, что... Ведь мне же казалось, что всё хорошо между детьми. Да, да, то есть иногда маме бывает просто... Удобно. Нехорошее такое слово, да, выгодно. Удобно воспринимать в семье вот, что как будто бы всё хорошо. Не замечать этой проблемы. А ребёнок при этом страдает. И, возможно, страдают обе стороны. Вот интересный момент. Вроде бы должно быть радостно и приятно, что ребёнок взрослеет, очерчивает вот эти самые границы, созревает как личность, говорит о том, что я – это уже не вы, вы – это уже не я. Но страшно, да? Родителям страшно. Ведь там начинается столько, вроде бы, соблазнов. Потом, плюс ко всему, ребёнок начинает проверять эти самые границы, нарушать их постоянно, постоянно бунтовать, постоянно тебе что-то доказывать своё. Он проверяет и родителей, как они отнесутся, если он попробует разные социальные роли. Конечно. А для него это обязательно нужно, проиграть эти роли, да? Говорят, если птенец долго засиделся в гнезде, надо его помочь ему из гнезда выйти. А орлы, по-моему, так поступают, они выкидывают своих птенцов. И получается, что мы пока ещё их выкинуть не можем из этого, да? Но вот уже пробуем, ну что, ты можешь замахнуть крылами и полететь сам? Или же ты ещё будешь долго топтаться, да, и пробовать себя? Получится у меня, не получится. Так вот, что сделать, чтобы, несмотря на то, чтобы ребёнок взрослеет, да, не мешать этому естественному процессу? Как должен себя вести родитель? Ну, в первую очередь надо понимать, что для любого человека, это ещё Зигмунд Фрейд говорил, что для любого человека очень важно признание своей ценности. И родители, перестраивая своё отношение к подростку, должны это учитывать. И вот эти вот разные проявления социальной роли ребёнка, это тоже возможность заявить о себе, что я ценен сам по себе. Независимо от успехов, независимо от того, какие я показываю результаты. Да, да. То есть вот есть такие, даже вот у меня иногда четвероклассники в анкете отвечают, что я хочу служить своим родителям, я хочу, чтобы родители меня любили. То есть он не чувствует этой любви. И поэтому служение родителям, да? Да, да. Совсем позиция не для здоровой личности. Конечно. Тогда возникает вопрос, что происходит в такой семье. И подростки хотят, чтобы считались с их мнением, настроением, желаниями. Они не переносят принадлежительного тона, насмешек каких-то, особенно в присутствии друзей, особенно в присутствии одноклассников. И поэтому многие подростки стесняются, когда родители приходят в школу. Для них это уже, ну, как бы не есть хорошо. Подростки восстают против излишней опеки и нежности. А грубость с их стороны является своеобразной формой борьбы за утверждение. То есть я вот сейчас такой груб, да, такой брутальный. Мама, прими меня, или отец, прими меня таким, какой я есть, да? Да, а у нас в это время в душе что происходит, да? Из милого, хорошего мальчика или там доброй, прекрасной девочки. Что за фурия выросла? Да, и очень часто, вот приходя на консультации, мамы говорят о том, что я не понимаю, в 13 лет она может не прибирать свои вещи, не мыть посуду. И это девочка, будущая женщина, будущая хозяйка. И вот смотрите, когда мы спорим с ребенком, что происходит с его уровнем значимости, да, ценности, или когда мы эмоционируем, то есть если мы начинаем возмущаться, раздражаться, кричать, мы впадаем в это же состояние ребенка. И у ребенка не создается впечатление, а где мой старший друг, на кого я могу опереться в трудную минуту. То есть он ведет себя точно так же. И это его, вот когда он кричит в ответ, это своего рода и психологическая защита, и способность восстановить свою значимость, как-то сохранить ее. И вот чтобы вернуть в адекватное состояние свою значимость у ребенка, я могу научить родителей разговаривать. Вот даже есть такая просто простая техника, задайте себе вопрос. Вот, к примеру, вы применяете высокий тон, крики или ругань с ребенком. И можно вот эту цепочку раскрутить, задать себе вопрос, для чего я это делаю? То есть, например, когда я кричу, для чего я это делаю? И многие говорят, я пытаюсь докричаться до него, я пытаюсь, чтобы он меня услышал, или она меня услышала и поняла, да? Хорошо, тогда я задаю следующий вопрос. Чтобы что? Вот вы пытаетесь закричаться, чтобы что? Чтобы изменить ситуацию, потому что меня, как взрослого, к примеру, не устраивают там оценки, там поведение и еще что-то. Для чего вам это нужно? Наверное, для того, чтобы сказали, вот какая мама воспитала какого, там, например, ребенка, сына или дочь. Чтобы что? Чтобы я могла собой гордиться. Мы сейчас остановимся, и вот смотрите, то есть, вы вот в этом упражнении, задавая себе всего два вопроса, для чего я это делаю, и чтобы что. Мы читаем верхнюю строчку, вы начали с того, что там я, допустим, кричу, да, или там раздражаюсь, для того, чтобы, и последнюю, для того, чтобы вам сказали, что вы хорошая мама. Смотрите, не стыкуется. И вот у меня на консультации были такие примеры, когда женщина начинала, мамочка начинала со слова, с фразы, с деструктивного поведения, я нудю, и заканчивала тем, что я хочу доказать своей маме, что я хорошая дочь. То есть, смотрите, мы, получается, свои какие-то детские переживания, детские травмы проецируем на ребенка, который за это не отвечает. Причем, причем, он тут вообще, вообще вопрос, причем он тут? Да, да. Потому что это твоя история, дорогая мама, или там, дорогой папа, да, а моя история вот сейчас делается твоими и моими руками. Или, допустим, такой пример, что мама говорит, я кричу, и в конце выходит на фразу для того, чтобы она была счастливой, и понимает, а как я, а что я делаю? Для того, чтобы мой ребенок был счастливым. Я кричу, да, как я могу криком помочь? Вот эти вот две несопоставимые вещи. Очень хорошая методика. Спасибо большое, Лена, действительно. Вот сейчас я отвечала такими, ну, шаблонными фразами, да, которые чаще всего как раз и слышишь от клиентов. Но сейчас сама поймала себя на мысли, что мне обязательно нужно тоже ответить на эти вопросы. Причем, я бы хотела подумать даже, да, а почему? Потому что для меня тоже эмоционировать, это как бы нормальное состояние, понимаете, да? Другое дело, что я про себя думаю иногда, что ребенок это не контейнер, куда можно сливать свои эмоции. Да, свои эмоции, да. Это правда. Но никогда не задавалась этими вопросами. Спасибо. Это речь. Да, я думаю, что если родители проработают, ведь вот эти вот методики можно работать не только с детьми, но и по отношению с близкими, с которыми часто конфликтуются. Конечно, даже эти межличностные отношения. Да. Почему я маме что-то доказываю? Почему я мужу, например, да, постоянно устраиваю какие-то истерики? Отлично. Итак, когда мы понимаем, что ребенок это уже не я, это отдельная личность. Я думаю, что, конечно же, очень многие сейчас, особенно современные родители, родители, которые имеют такое ответственное родительство, да, они это осознают еще и в трехлетнем возрасте, да? Но, тем не менее, если трехлетку, там, пятилетку можно как-то развернуть в свою сторону, да, то подростки, они уже будут всячески сопротивляться. Не навязывай мне, пожалуйста, свою музыку, не навязывай мне свои фильмы, да, нужны мне эти твои книги. И все это в такой форме, в которой родители, например, не всегда бывают даже готовы, да, часто бывает на консультациях, например, мама плачет и говорит, он постоянно мне хамит или она хлопает дверью. Что делать, как развернуть, и вообще возможно ли это, и нужно ли это делать подростка в свою сторону, чтобы мы друг друга могли слышать? Ну, видеть. Да, проблема общения, она существует на самом деле. Действительно, вы правильно сказали, что с пятилеткой гораздо проще разговаривать, потому что мы для него власть, мы для него авторитет, мы родители боги для этого ребенка. И поэтому сказать, сделай, иди там, положи, помой, убери, это как бы, да, он будет прислушиваться. С подростком такой момент не пройдет, такое общение не пройдет. Вот, и поэтому нужно очень важно уметь перестраиваться в общении. Важно, как доносить. Вот, все-таки я призываю к тому, чтобы учитывать вот это чувство, потребность в значимости, потому что любой взрослый человек, он ценит эту значимость в себе, он добивается этой значимости, но и он ее получает, ему проще получить, подростку сложнее. И если он не находит взаимопонимания в семье, тогда он где будет искать значимости? Соответственно, в подростковых группах, конферентных, где? Его будут принимать таким, какой он есть. Очень часто дети отмечают, что несмотря на вот эту гиперопеку родителей, они не чувствуют любви. И есть такая уникальная техника, которая обучает разговаривать с подростками. Это формула бесконфликтного общения. Так, расскажите нам, пожалуйста. Формула бесконфликтного общения состоит из четырех очень важных принципов. Первое, это когда вы задаете фразу «тебе важно», то есть что важно для самого подростка. Дальше, плюс техника «я высказывание», то есть вы говорите о своем состоянии, о своих чувствах, плюс просьба, побуждение к действию, что бы вы хотели. И обязательно выгода для ребенка, выгода для подростка, то есть его положительное последствие. Например, чаще всего, вот вы сказали, да, родители говорят, точно так же продолжают, как с пятилетним ребенком. «Иди убери в своей комнате», или там «иди помой посуду». Или «Сколько можно». Да, «Сколько можно». «Я что там, ломовая лошадь на тебя?» Ну, как-то используют такие фразы. Которые, во-первых, и оскорбляют человека уже, даже унижают своей формулировкой, правда? И получается, что на самом деле они нудят. И подростки слышат, они научаются отключаться от этого. Поэтому они слышат, но не слышат. Или реагируют уже, когда все, уже последняя капля, да? Да, вот когда начинает родитель эмоционировать как раз. Поэтому мы заменяем вот это вот «ты» высказывание. «Мне надоело каждый раз убираться за тобой, ты разбрасываешь вещи, ты негодяй». То есть вот это вот обвинение. Ну, кто из любого взрослого, подростки, ребёнок, кто любит, когда его унижают и оскорбляют. Поэтому мы начинаем с того, что для него важно. Например, вот эта же фраза. «Я понимаю, что для тебя важно после школы позаниматься своими делами, отдохнуть как-то, разгрузиться». И в то же время, и добавляйте «я» высказывание, описывайте о себе. «Мне приходится убирать за другими разбросанные вещи». Смотрите, здесь вы даже не задеваете личность ребёнка. Вы говорите о том, что вы делаете. А я пытаюсь сохранить порядок в семье, чтобы всем было приятно приходить домой. Правда? И вот я чувствую себя, говорите, как там, ну, немножко там обиженный, ну, мне обидно, что да. И мне кажется, что меня и мой труд не уважают. Вот вы говорите о себе. И тут, чтобы прежде чем попросить ребёнка, не заставить попросить ребёнка что-то делать, вы говорите просьбу «пожалуйста, услышь меня прямо сейчас, оставь свои дела на пять минут и собери свои вещи». И добавляйте выгоду для ребёнка. Тебе самому будет приятно находиться в своей комнате. И избавишься от чувства неловкости, если, допустим, кто-то к тебе придёт или к нам придёт в гости. Тебе не нужно будет это судорожно делать. То есть простраиваем, да? Да. Своим разговором мы не унижаем, не оскорбляем, не нарушаем вот это, да, а наоборот простраиваем. Мы и границы личностные не нарушаем. И в то же время мы не делаем это... Подростки отмечают часто, вот я на занятиях спрашиваю, они говорят, «Вы вот нашим родителям это объясните». Они не могут сразу подорваться. То есть вот когда есть такая фраза «находится в потоке», когда ребёнок погружается в выполнение домашнего задания, мы знаем, как они сейчас загружены, он тоже находится в потоке, он погружается. И вот сказать ему «иди срочно обедай там или иди быстро ужинай», и начинать от этого раздражаться, ребёнок очень быстро заряжается нашей эмоцией негатива. И тогда происходит конфликт. Вот сразу же, буквально из-за ничего. Стоит только маме сказать, что ужин будет готов через 15 минут, постарайся какое-то определённое дело закончить к этому времени и приходи ужинать. И тогда ребёнок уже сам простраивает свою деятельность. Планирует, да, что сейчас всё я решаю пример, ставлю точку и поужину. Да, и никакого конфликта не будет. Вот, поэтому попробуйте, например, другой вариант, можно я приведу, да? Конечно. Ты постоянно приходишь с гулянок после 12 ночи. Ты совсем распустился, тебе плевать, что я ночами не сплю, но ведь это на самом деле так. Вы заменяете это. Я понимаю, что для тебя в этом возрасте важно общаться и проводить время с друзьями и погулять подольше. Это правда, это подростковая потребность, от этого никуда не денешься. И тогда вы говорите о своих чувствах. Я очень переживаю за тебя, когда тебе так поздно, нет дома. Такое чувство, что к моим переживаниям ты как бы относишься немножко попустительски. Я тебя очень прошу, приходи домой в оговорённое нами время. То есть вы заранее договариваетесь ещё с подростком о времени. Или обязательно позвони, предупреди меня, когда задерживаешься. Плюс позитивное что. Вот если просто так сказать, да, он скажет, ну могу позвонить, могу не позвонить. А если вы добавите, что тогда я не буду отвлекать тебя от общения постоянными звонками, подросток, конечно, согласится. Понимаешь, лучше позвонить ей сейчас, чем потом она меня будет доставать. И я думаю, что подросток услышит. И тогда, вот чувствуете разницу, да, просто сказать, да, ты постоянно где-то опять шляешься, ты там приходишь очень поздно, я там переживаю, ночей не сплю. Это ни о чём для подростка. А когда вы вот так простраиваете свою речь, то он с уважением относится и к вашим чувствам, и видит, что вы, самое главное, цените его потребности и уважаете его чувства. Уважаете его пространство, его границы подростковые. Ну, и я прямо так, опять-таки, да, мне говорит вот этот законопослушный гражданин, что никто не отменял у нас, дорогие родители, комендантский час, да, и поэтому мы своим детям с первого класса объясняем. Потом не надо будет, я думаю, там, в седьмом-восьмом классе говорить о том, что почему ты приходишь в 12 часов, там, да, или там, я понимаю, конечно, твои потребности в общении, да, но комендантский час, он комендантский час, поэтому будь добры в это время уже быть дома с нами. Да, я считаю, что договариваться, вот договариваться с ребёнком надо заранее. Бесполезно что-то стребовать от него, если у вас не было договорённости. Ну, это, к примеру, как вот такой шуточный пример, что если после шести никто не ест конфеты, не значит, что не ест только ребёнок, а кто-то украдко ещё таскает, а это действительно касается всех членов семьи. И всё-таки вот эти вот правила, какие-то запреты вводить нужно своевременно, в своём возрасте. Бесполезно учить ребёнка в 13, девочку в 13 лет, там, складывать вещи. Ну, и надо понимать, что в первую очередь они являются нашими зеркалами. Хорошо. Лена, скажите, пожалуйста, вот подростковый период имеет свойство рано или поздно заканчиваться, да? Какая она вот личность должна быть по исходу этого подросткового периода? То есть какие компетенции мы должны всё-таки в процессе взрастить? Я думаю, что нет универсальных рецептов. И для каждого человека, ну, понятно, что общечеловеческие какие-то нравственные, гуманные ценности, это да, они должны присутствовать. И в то же время каждый человек уникален, и ценности он развивает свои. Кто-то верит в Бога, кто-то верит в Вселенную, кто-то занимается спортом, кто-то ещё чем-то, да. Поэтому я считаю, что здесь очень важно родителям, когда дети ещё маленькие или находятся вот именно в подростковом возрасте, выполнить такое упражнение. Представить вот то, что сейчас происходит с их, как они общаются, какие сильные личности у ребёнка и слабые личности. Представить, а какой личностью вырастет их ребёнок через 10-15 лет. То есть увидеть вот это, да? Да, это сделают, да. Представьте, ну, вот это же гиперопека. Мы очень много о ней говорим, потому что сейчас очень много появляется таких родителей. Когда они всё делают за ребёнка, я говорю, представьте, через 10-15 лет, когда вы всё это решаете, куда он пойдёт, что он будет делать, чем будет заниматься. Через 15 лет ваш ребёнок вырос. Какие люди его окружают? Успешен ли он в жизни? Вообще, есть ли у него семья? Как он общается? Как он выстраивает свои отношения на работе? И мамы понимают с ужасом, что, оказывается, никаких идей он не рождает. Он ничего не делает. Он боится отстаивать свою точку зрения. Он не умеет общаться с людьми. Вот у него нет лидерских задатков. И вот он такой вот сильненькая мышка, которая исполняет там какие-то вот такие обязанности. Ну вот тут тоже, знаете, есть такой момент. Сейчас, конечно, обществу нужны лидеры, да? То есть как бы, по крайней мере, так транслируют, да? Педагоги говорят, ну вот каждая личность должна иметь вот эти лидерские задатки, как вы сказали, да? Но ведь мы понимаем с вами, что психотипы у всех разные, что даже вот наши с вами темпераменты, если один сангвиник, он действительно может быть лидером, да? Ребята, айда за мной, я сейчас вас поведу, и мы тут всё организуем. А другой психотип, другой темперамент совсем не обладает этими качествами, даже энергетическим уровнем этим, да? Поэтому вот даже в таких случаях, мне кажется, надо всё равно в ребёнке искать вот... Вот присущая только ему какую-то индивидуальность. Да, 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 его... Но ведь разные бывают моменты. Смотрите, одно дело, когда, допустим, у человека нет лидерских качеств, а другое дело, когда подросток уже там 11 класс, 18 лет, и он не может сам сходить в больницу, потому что он не может поискать там работу, куда-то сходить, что-то спросить. Потому что за него всегда это всё делалось, да? Да, всё делалось. Вот имеются в виду такие патологические какие-то перекосы воспитания. Именно в подростковом периоде надо не бояться давать возможность самостоятельности. Да, самостоятельно делаешь вот это, это, пробуй, что ты хочешь, о чём мечтаешь, да? Как можно больше, мне кажется, надо разговаривать с детьми. Даже потому что если ты несостоятельен, ну, с точки зрения неуспешен, там, например, в школе с какими-то оценками, да, даже если ты не занимаешься спортом, но есть что-то такое, что тебя действительно увлекает, и я готова поддержать это, да, направление. То есть как раз то, что поддерживает его чувство собственной значимости. И ещё, мне кажется, что подростковый период – это как раз тот самый возраст, да, ну, то самое время, когда можно вместе, опять-таки, да, научиться решать задачи. Какие это будут задачи, которые, например, если вы всё время планировали, там, да, совместное времяпрепровождение, то почему бы не отдать вот это ребёнку? Да, да. А ты нам предложи, да, а мы как раз вот с удовольствием это проживём, да? Вот почему, да, вот почему я говорю, что детям надо задавать открытые вопросы. То есть не просто «ты сегодня поел?» – да, там, уроки сделал? – да. А именно открытые вопросы, которые предполагают, вот мы всегда по поводу досуга, допустим, предлагали, допустим, три дня, ой, трое выходных в месяц, мы, допустим, решаем, а четвёртый отдаём тебе. Ты по своему усмотрению организуешь семейный отдых. И таким образом и как бы и власть в семье, и ответственность ребёнка за общий отдых возрастает. И он тогда понимает, что действительно я что-то могу решать сам. Мне очень понравилось, когда я ездила в Финляндию, очень понравилось, жила в семье, система, когда, например, я сейчас это у себя тоже с подростком практикую, со своим старшим сыном, например, когда я отдаю определённую сумму денег, вот, которая выделена на продукты на сегодняшний день, да, и он решает сам, какие продукты сходить купить, и какой ужин он приготовит для нашей семьи, потому что вот там пятница, вечер, это время, когда ты можешь себе это позволить, да. И я могу помочь, я могу посоветовать тебе, да, но всё остальное ты делаешь сам. Вот если ты забыл купить, там, например, что-то, да, тогда давай подумаем, как можно по-другому рецепт сделать. Или ты пойдёшь сейчас в магазин и докупишь. Ах, денег не хватает. Тогда будем делать из того, что есть, потому что, в принципе, там, например, такая-то сумма у нас на семейный ужин. То есть вот, опять-таки, да, а кто, если не мы, научим... А кто предлагал вот этот вариант ужина? Нет, это вот, смотрите, дело, ну, например, я когда... Откуда я это взяла, да, в Финляндии? У них так, там было трое детей, мама и отец, да, и у них каждый готовит один день, например, в понедельник папа отвечает за семейный ужин, там, во вторник мама, там дальше дочка, дочка и сын, да. И мне вот это очень понравилось, даже там самая младшая была 12 лет, но она искала рецепты, чтобы разнообразить, чтобы ужин был не такой, как, например, там был на прошлой неделе. То есть, смотрите, они сами, отправляясь в магазин, закупая продукты на этот рецепт, например, да, сами встают в кухонной плите и начинают готовить, ведь они очень важный навык приобретают. Я уже учусь планировать семейный бюджет, я учусь жить вот в этих заданных рамках, я уже умею, вот, например, там, сделать лазанью, да. Ну, то есть, а не так, что я сижу там, моя задача только учиться хорошо там или как уж получается, да, и больше я ничего вам, ребята, я не собираюсь это делать. Ну, это, правда, очень здорово, потому что, когда вот спрашиваешь подростков о семейных ценностях и каких-то, ну, праздники там, что они вместе проводят, у них нет семейных ценностей. Они даже времени вместе проводят очень-очень мало. Это всё можно понять, что родители, да, заняты здоровьем, но я, к сожалению, работой и, соответственно, развитием детей, и в то же время я говорю, запомните, милые родители, наши дети будут маленькими не всегда, а вы взрослыми всю оставшуюся жизнь. Поэтому вот до семи лет ребёнок должен быть долюблен, доласкан. Вот всё должно ему быть дано. Спасибо большое, Елена. Вот сегодня у нас такая программа. Сегодня мы с Мурушкиной Еленой, педагогом-психологом, рассуждали о том, как же пережить подростковый период. Спасибо. Мне очень понравились те методики, которыми вы поделились. Не даром же у нас программа называется «Практическая психология». До встречи. Я думаю, что встретимся ещё не раз. До встречи. Спасибо.